Первый космический полет. Грандиозное событие. Память о нем не сотрется спустя даже сотни лет. Нынешнее поколение помнит и ценит поступки предков, чему свидетельствуют разного рода мероприятия на эту неземную тему. На днях у брещан появилось целых две возможности поностальгировать и, возможно, узнать или увидеть что-то новое. Тема космоса и достижений наших героев интересна всем сотрудникам Краеведческого музея уже много десятков лет. Свой особый вклад в коллекцию внес заведующий филиалом «Космос» Алексей Ярошенко. Он горел этой идеей, много работал и путешествовал с целью сбора экспонатов. Был лично знаком со многими космонавтами, что и способствовало пополнению фонда музея редкими ценными космическими материалами. А в дальнейшем помогло создать и эту выставку. Состоит она из 198 экспонатов. Коллекция же фонда намного больше. Я вот хотела бы назвать, озвучить несколько предметов. Это летные комбинезоны немецкого космонавта Зигмунда Йена, кубинского космонавта Арнальда Тамайя Мендеса. Это фуражки, погоны венгерского космонавта, болгарского, польского, ну и целого ряда других. Вообще на выставке представлены уникальнейшие предметы. Это фрагменты солнечной батареи, развертывающиеся. Это продукты питания космонавтов. Это комплекс материалов, посвященный нашему замечательному земляку, выдающейся личности генерал-полковнику Петру Ильичу Кремаку. Конечно, помимо хранения ценных экспонатов, важной целью является именно поиск и приобретение новых. А это совсем непросто. Но сотрудники Краеведческого музея не планируют на этом останавливаться. В день 75-летия Петра Ильича нам удалось получить два его автографа. Ну, как известно, в будущем году он будет отмечать 80 лет. Ну, вообще на выставке представлена только часть предметов. Из разных коллекций, как-то документальные, фотодокументальные, ткани и одежды, технические средства и приспособления, фолеристики, сфрагистики. Это все надо видеть своими глазами, ощутить эпоху и дух того времени. Я думаю, что все, кто придут к нам, наверняка об этом не пожалеют. Вот мы рады видеть всех. Приходите, пожалуйста. В этот день все было не случайно. В конце мероприятия посетителей ждал сюрприз. На экран была выведена прямая трансляция стыковки корабля с Союзом С-18 «Гагарин» с Международной космической станцией. Вот так символично Юрий Гагарин отправился в полет еще один раз. Пусть и немного в другом обличии. Отдельная радость для белорусов, что в составе интернационального экипажа и наш земляк, летчик-космонавт Олег Новицкий. Погрузиться в мир космонавтики с его бесконечной вселенной, неизведанными манящими планетами, кометами и астероидами можно было и в выставочном зале Российского центра науки и культуры в Бресте. Отправиться в звездный полет, а именно так называлась экспозиция, посетителей пригласили брестские художники Ассоциации творческих людей, а также ребята из школы изобразительного искусства «Фан-арт». Я когда шла сюда, я думала, ну что же будет, вот что же будет на этих картинах. Хотелось увидеть что-то такое особенное. Ну и я увидела несколько картин, которые действительно очень интересны для меня и для культуры Бреста. Я думаю, что мы их будем и дальше выставлять. Все мы в детстве грезили, а что там, да. Человек – это социальное существо, мы всегда задаем все вопросы. Есть ли Бог, есть ли жизнь на других планетах. И, конечно, эти люди, они отчасти дали ответы. С другой стороны, это героические люди, так как отправляясь в космос, неизвестность, люди рисковали своей жизнью. И, конечно, жемчужиной экспозиции стал портрет первооткрывателя космоса Юрия Гагарина. Ведь именно он имел мужество шагнуть в неизведанное, рискуя своей жизнью. Всего же в выставке приняли участие более 20 мастеров изобразительного искусства, которые представили 40 полотен. А маленькие живописцы украсили экспозицию 30 работами. Мы говорим сегодня о 60-летии полета первого человека в космос. Но также в этом году мы говорим о очень серьезной дате, которая тоже нас объединяет, о 80-летии начала Великой Отечественной войны. И если вы обратите внимание, то в космос человек полетел Юрий Гагарин буквально спустя 20 лет с начала Великой Отечественной войны. Это на самом деле колоссальное достижение наших народов. Это мероприятие, уверен, оно является еще одним символом нашей совместной дружбы, наших общих традиций, нашей общей истории. Но оно должно внести соответствующий свой вклад в дело воспитания, моральное воспитание подрастающего поколения союзного государства. Так что большое спасибо устроителям этой выставки за свой замечательный подарок. Экспозиция находится в выставочном зале Российского Центра науки и культуры. А потому любой желающий сможет приобщиться к космосу через яркие живописные работы в течение двух недель. Алена Миневич, Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Александр Воронин. Телекомпания БУК-ТВ.